Всем здравствуйте! С вами Роман Скорняков. Сегодня у нас второй день нашего курса. И в этом уроке мы будем моделить интерьер гостиной. Вот такую гостиную мы для вас подобрали. Такой результат у вас должен получиться в конце нашего курса. Именно ее сейчас мы и будем моделить. С чего мы начнем? Во-первых, моделирование у нас происходит на виде сверху, начинается. Поэтому мы его активируем и максимизируем с помощью клавиш Alt-W. Вот. Нам для этого понадобится команда Line. Она находится в правом меню во вкладке Shapes. Вот. Нажимаем на эту кнопочку Line. И мы можем... Сейчас я вам просто покажу, как она действует. Вот. Посмотрите, левой кнопкой мыши мы начинаем рисовать обычной. А заканчиваем правой. Вот, в принципе, и все. Но, конечно же, не все. Потому что вот сейчас, если мы зайдем во вкладку Modify, вот здесь, как вы можете видеть, здесь у нас есть стек модификаторов, история создания нашего объекта, редактирования. Вот эта вкладка Modify. Здесь мы будем редактировать все наши с вами объекты, производить с ними какие-либо манипуляции. Здесь есть Modifier List, то есть список модификаторов, которые мы будем... Ну, не все, конечно, будем применять только основные модификаторы к нашим объектам. Далее, вот мы нарисовали Line. Она у нас здесь отображается. Если мы нажмем на плюсик, у нас здесь выпадает три режима выделения. Что это такое? Вот первый – это Vertex, вершины. Мы его выбрали, и теперь, если мы обведем рамочкой какие-нибудь вершины, мы можем их выделять. Если мы выберем Move, то, соответственно, можем их как-то перемещать и так далее. Также еще можно над вершинами произойти такие действия, если мы правой кнопкой мыши щелкнем и выберем здесь из списка безе-корнер, к примеру, то появляется вот такая вот линия, за которую мы можем тянуть и, соответственно, получать вот такие вот сглаженные формы. Здесь это угловая, вы видите, точнее, вот полностью угловая. Здесь никаких сглаженных форм нет. Это очень полезный инструмент. Будете очень часто им пользоваться. Что тут еще есть? Ну, сейчас я вам покажу. Тоже еще раз выделяем. Опять безе-корнер. И можем редактировать как-то нашу линию. Теперь обратите внимание на то, что если мы увеличим с помощью колесика мышки, просто прокрутим, то вы видите, что здесь линия такая вот рубленная. Это не очень хорошо, если вам нужно сделать гладкую какую-нибудь поверхность, чтобы она у вас не была рубленная. Для этого мы открываем свиток вот здесь. Он называется Interpolation. Нажимаем на плюсик. О, куда он делся? Не тот, открыл. Вот он. И ставим здесь галочку Adaptive. Вот вы видите, что теперь все у нас гладко. Когда мы будем рисовать какие-то гладкие формы, нужно всегда вот нажимать в этом свитке на эту галочку Adaptive. Итак, это вкратце о режиме выделения Vertex. Здесь режим выделения Сегмент. Соответственно, если будем выделять, мы будем выделять Сегмент, который заключен в точке, то есть между точками. Ну, такие же манипуляции и все. Пока что все. И это режиме Сегмент и Сплайн. Это, соответственно, полностью мы выбираем нашу линию. Итак, вкратце мы пробежались по линии. И сейчас мы переходим непосредственно к моделированию нашего интерьера. Сейчас мы будем делать стены. Но для начала, я это удаляю, для начала нам нужен какой-либо план. У меня уже есть заранее подготовленный план в программе Автокад. И мы его сюда вставим. Если вы не знаете эту программу, то можете просто пока, чтобы понять принцип, повторять за мной те манипуляции, которые я совершаю без вставки файла. Главное, что суть вы поймете. Вот. Но, чтобы вставить файл, заходим в меню, выбираем импорт. Здесь тоже кнопка импорт. Находим наш файл, выбираем его и нажимаем вот на эту кнопку. Выпадает вот такое вот окошко. Нам здесь ничего не понадобится, поэтому просто нажимаем ОК. Так все у нас. Автокадовский файл с планом нашей комнаты вставился. Теперь нам нужно его обвести, не его, а точнее, обвести стены по внутреннему контуру. Сейчас вы узнаете, почему и как, собственно, это правильно делать. Выбираем line. Нет, еще кое-что я вам расскажу перед началом рисования. Конечно же, нам необходимы для построения привязки. Здесь они сейчас стоят 3D-привязки, но если мы нажмем сюда левой клавишей мыши, то выпадет здесь на выбор 3 вида привязок. Нам для моделирования на виде сверху подойдет 2,5D-привязки. Выбираем их и еще кое-что. Сейчас нам нужно их подстроить. Правой кнопкой щелкаем сюда же. Выпадает вот такое окошко. Здесь нужно снять все галочки. Здесь отображаются типы привязок. И оставить только привязку вертекс. Будем привязываться к вершинам нашего чертежа. Нажимаем крестик. Сюда не надо нажимать, потому что нажмем и она сотрется. Все. Теперь мы выбираем линию и начинаем обводить по внутреннему контуру нашего чертежа. Начинаем с любой точки. И вот таким образом обводим. Обводим все. И окна, и двери. Но здесь мы заворачиваем сюда. Здесь окна тоже. Обратите внимание. Нужно ставить точки также на окнах. Потом вы поймете почему. Обводим. Здесь не надо вот так вот в эту сторону. Здесь у нас дверь. Дверь мы вот так вот пропускаем. То есть делаем прямую линию. Главное, чтобы здесь по краям были две точки. Это у вас займет буквально 30 секунд, чтобы обвести весь план. Ну, смотря какой у вас план, конечно. Ну, такой именно вот столько и займет. Подводим к концу. Щелкаем левой кнопкой мыши. Всплывает окно. Замкнуть ли наш сплайн? Мы выбираем «Да». Итак, у нас остается необведенный один элемент нашего чертежа. Вот такая вот стеночка. Мы ее также обводим и замыкаем. Теперь нам нужно присоединить две наших линии. Первую линию, которую мы вот это нарисовали. И вторую, которую вот маленькая линия. Для этого переходим. Для этого должна быть выбрана одна из двух линий. Либо это, либо это. Привязки теперь можно отключить с помощью клавиши «С» английской, либо же нажать на вот эту кнопку. Переходим на вкладку «Modify». Здесь вот в свитке «Геометрия» мы нажимаем на кнопку «Attouch». Только будьте внимательны, чтобы не добавить, допустим, к вашей линии план. Мы сейчас выберем его и скроем. «Hide Selection». Опять выбираем линию и нажимаем опять кнопку «Attach». Таким способом мы объединили наши две линии в один объект. Отжимаем эту кнопку и теперь вот щелкнем по основному пространству. Когда мы выбираем, выбирается сразу вот это единый объект. Теперь нужно нам выдавить наши линии, чтобы они стали объемными, чтобы это уже был объемный объект. Для этого мы заходим в Modifier List и выбираем здесь команду «Extrude». Вот здесь такие параметры. Вот этот параметр «Amount» — это высота, на которую нам нужно выдавить. Обычно указывается высота нашего помещения. Допустим, 3 метра у нас будет помещение, поэтому у нас тут в миллиметрах мы пишем 3000. Нажимаем Enter. И если мы перейдем в перспективу, сюда щелкаем, максимизируем. Видите, тут где-то я в другом месте нарисовал, но ничего страшного. Объект у нас выделен, что подтверждает вот эта надпись. И нажимаем клавишу «З» и вот мы можем видеть наш объект. Сейчас мы будем из него делать и потолок, и пол, а с остальной части мы сделаем окна и дверь. Редактировать мы его будем с помощью модификатора «Едет поле». Для этого у вас должна быть открыта вкладка «Modify». И выбираем здесь «Едет поле». Здесь также есть, как и в линиях, режимы выделения, но их много. Но они похожи. «Vertex», «Edge», «Border», «Polygon» и «Element». Нам сейчас именно понадобится «Polygon». Щелкаем сюда. «Polygon» — это вот вы можете посмотреть. Вот такой вот элемент нашего объекта. Выбираем элемент «Polygon потолка». И здесь чуть ниже. Прокручиваем вниз. В свитке «Едет геометрия». Есть кнопка «Detouch». Нажимаем на нее. Теперь мы с помощью кнопок Alt и зажатого колесика мышки мы вот так вот вращаем и выбираем пол. И также нажимаем Detach. Теперь мы должны закрыть Edit Poly, чтобы оно не было активным, желтым. Просто щелкаем сюда один раз. Это очень важно, потому что если мы не закроем, мы не сможем работать с другими объектами. То есть теперь я могу выбирать и пол, и потолок. Но чтобы сейчас нам было удобно, выберем, допустим, потолок и просто придадим ему какой-нибудь другой цвет, не синий. Допустим, белый, потолок выберем, придадим там коричневый. Но это чисто для удобства. Еще для удобства перейдем в режим отображения грани. Нажмем F4. Режим Edged Face. Сейчас нам нужно будет вот из этого всего сделать окошки. Ну, еще раз посмотрим на нашу картинку. Окно, насколько я вижу, здесь у нас одно окно. Ну и в кухне там тоже есть одно окно. Вот на плане, это можно посмотреть, чтобы отобразился план, который мы скрыли, мы щелкаем правой кнопкой мыши по пустому месту и нажимаем Unhide All. Вот у нас включился план. Вот вы видите, что здесь, здесь есть окна. Соответственно, сейчас выбираем, а нет, сейчас мы скроем потолок, выбираем потолок и нажимаем Hide Selection для удобства построения, чтобы нам он не мешал. Выбираем опять наш объект. Заходим в режим редактирования полигон. И выбираем все полигоны, которые находятся в том месте, где находятся окна. Вот таким вот образом. Здесь тоже. Теперь мы опускаемся чуть ниже здесь. Просто левой кнопкой мыши мы делаем так, чтобы здесь ручка была видна. И вот в свитке едет геометрия. Нажимаем на кнопку Slice Plane. Нажали, появилась у нас секущая плоскость. Теперь нам нужно ее поднять на высоту, откуда будет начинаться окно. Допустим, 900. Высоту мы записываем вот здесь. Пишем 900. Она поднялась на 900 и вы видите то, что при ее передвижении здесь появляются новые грани. Нажмем Ctrl Z, чтобы здесь опять появилось значение 900. И нажимаем кнопку Slice. Теперь это мы обозначили нижний уровень окна. То есть расстояние от пола до подоконника будет 900. Ну и сама высота окна, допустим, у нас 1800. Чтобы это написать здесь, нужно 1800 прибавить 900. Но, чтобы этого не делать, мы просто возьмем и перейдем в относительные координаты. И здесь напишем 1800. Все, она поднялась. Наша секущая плоскость поднялась на нужную нам высоту. Мы опять же нажимаем Slice. Все сделано. Теперь мы выходим отсюда, где Slice Plane. Нажимаем сюда же. Либо же просто кнопку Escape. Зажимаем Alt. Появляется у стрелочки. Видите, здесь минус появился. И выбираем рамкой ненужные нам полигоны. Ненужные это те полигоны, которые как бы не окна. Вот. Теперь у нас здесь отобразились уже будущие окна. Которые мы вот-вот уже сделаем. Теперь нам нужно здесь в свитке едет Polygons выбрать команду Extrude. Выбираем вот на вот этот квадратик. Нажимаем, чтобы сразу здесь появились настройки. Extrude мы также выдавливаем эти наши полигоны на определенное расстояние. А расстояние это толщина стены. Допустим, будет 350 толщина стены. И здесь, если у нас окна не просто перпендикулярно стене, а вот так вот закручиваются вот сюда. Здесь нам необходимо выбрать, вот видите, как раз я сейчас выбрал, по умолчанию было выбрано там групп Normals. Но нам нужно выбрать Local Normals, чтобы оно адекватно у нас выдавилось. Все, нажимаем галочку. И теперь мы просто выделенные полигоны наши спокойно удаляем. Нажимаем Delete. Если мы уже зайдем в нашу комнатку, посмотрим то, что отсюда у нас окна спокойно тут хорошо отображаются. Главное, что это все происходит очень быстро. Я вот сейчас вам, конечно, разжевываю. Из-за этого, кажется, возможно, что медленно. На самом деле, вот эту всю манипуляцию можем выполнить за не больше, чем за 5 минут. Меньше, точнее. Теперь нам остается здесь сделать двери. У нас дверные проемы здесь есть. Вот вы их видите. Раз, два и один третий. У нас еще он не выдавленный, в общем. Для этого нам сейчас нужно опять же выбрать полигоны. Вот только боковые. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну и вот этот полигон, здесь тоже дверь. Опять мы применяем к ним команду Slice Plane. Опускаемся чуть ниже. Вот она. Нажимаем Slice Plane. И убираем относительные координаты. Смотрим, на какой она высоте. 2 700 от 0. У нас как раз пол находится на 0. То есть, а высота двери у нас 200. Поэтому мы пишем здесь 200. Нажимаем Enter. И как мы видим, плоскость переместилась на эту высоту. Здесь появились грани, которые нам нужны, будут для построения нашей комнаты. Выходим отсюда. Нажимаем Escape. Нет, не получается. Значит, отжимаем просто эту кнопочку Slice Plane. Так. А вот как раз Escape я нажал, и все отменилось. Еще раз делаем Slice Plane. Ничего не отменилось. Просто я не нажал Slice. Нужно нажать Slice. Нажимаем Slice. Все. И выходим. Грани у нас появились. Выбираем, допустим, сначала эту дверь. Нажимаем Extrude. Выдавливаем на толщину нашей стены. Вот, допустим, 350. Выдавили и удаляем ненужный нам сегмент. Вот этот сегмент нижний, он нам тоже не нужен, потому что здесь пол, а не стены. Дальше. Выбираем вот эти вот полигоны. И нажимаем теперь на кнопку Bridge. Как мы видим, так, что-то у нас тут плохо. У нас Bridge сработал. Попробуем сейчас вот эти не выбирать, а выбрать два полигона и нажать Bridge. Да, только с двумя полигонами нормально он работает. И здесь то же самое. Выбираем полигоны, нажимаем Bridge. Все, в принципе, коробочка у нас готова. Коробочка стен. Все у нас тут нормально. Почему я здесь сделал еще комнатку? Тут у нас небольшая кухня. Потому что здесь у нас, как мы можем посмотреть на картинке, у нас здесь прозрачные двери немного. Ну, и они еще и приоткрыты. И, соответственно, там нужно помещение. Здесь мы просто сделаем обычную дверь. Поэтому за этой дверью можно ничего не делать. Потому что освещения там никакого не будет. Единственное, что мы просто пододвинем сейчас пол за пределы нашего помещения. Выбираем наш пол. Можем сразу же обозвать его, пол по-английски. Ой, извиняюсь. На те кнопочки нажал я. Переходим сюда. Нажимаем, переходим в окошко перспективы. Нажимаем Z. Выбираем пол. И пишем здесь флор. Да что такое. В общем, английский у меня не идет. Я нажимаю F, он переходит на фронт. Хорошо, тогда напишем по-русски. Но я вам вообще советую у тех, у кого, допустим, Macintosh, либо же английская Windows-версия, писать все на английском языке. Так, еще раз же. Переходим в перспективу. Просто нажимаем клавишу P английскую. Напишу-ка я по-русски просто пол. А вот, по-английски начал писать. Но он единственное, просто воспринимает F как горячую клавишу. Напишу тогда вот так. По-английски. Все. И теперь нам нужно его просто подтянуть немножко за эту дверь. Переходим на вид сверху. Alt-W. Выбираем вид сверху. Опять Alt-W. Заходим здесь в режимы выделения Vertex. И просто вот эти две точки, несколько точек мы берем, выделяем. И берем просто подтягиваем их сюда. Ничего страшного, если у вас тут какие-то перекосы. Они все в стене и не будут заметны. Не надо ничего так вот ровненько выстраивать, чтобы было. Это всего не видно. Поэтому это экономит вам время. Здесь тоже я ничего не выстраивал, чтобы все ровно было. Просто выдавил. Главное, чтобы изнутри, так как мы делаем интерьер, главное, чтобы изнутри было все хорошо и ровненько. Теперь пол мы подтянули. Сейчас мы переименуем нашу линию 0-0-2 в стены. Напишу я так, стены. Буду писать вот такими. Вот. И еще у нас остался потолок. Ну, когда я открою, тогда я его переименую. Это зачем я сейчас переименовываю? Чтобы потом в процессе назначения материалов, ну и так далее, вам было удобно выбирать ваши объекты. Вот допустим, мне нужно выбрать сейчас стены. А у меня тут много объектов. Все вперемешку идет. Я нажимаю вот на эту кнопку Select By Name. Ну, здесь вот я включаю шейпсы и геометрию. И я могу выбрать пол, либо стены. Ну, вот я выбираю стены, окей. И у меня они становятся выбраны. Вот такой вот способ выбора есть. Это если у вас очень много объектов. Он нормально подходит. Ну, и теперь мы просто сейчас сделаем окна и вставим их сюда. Окна можно делать по-разному. Можно сделать их из сплайнов, как мы и делали наши стены. Но я воспользуюсь сейчас стандартными 3ds Max окнами. Они находятся вот здесь вкладка Create. Здесь выбираем вкладку Geometry. И из списка выбираем вот здесь Windows. Ну, здесь разные типы окон. Можете потом сами посмотреть, какой тип. Ну, я сейчас выберу вот такой вот тип фикса. И переходим на вид сверху. Нажимаем T, буковку английскую. Нажимаем Z. Нажимаем F3. Переходим в режим ребер, отображение. И сейчас мы будем рисовать окно. Начинаем. Рисуем вот с центрального главного окна. Начинаем мы с длины нашего окна. Поэтому вот где-то примерно так мы рисуем сначала вот эту линию так. Потом вы заметили то, что изменился параметр ширины, где здесь параметр. Ну, вот где я сейчас мышку навела. Вот это мы изменяем глубину. Также вот здесь вы можете видеть. Глубина примерно вот такая вот. И сейчас высота, ну, мы помним, у нас 1800 высота. Всё у нас происходит по одному щелчку. Щелчок мы сделали, зафиксировали ширину. Щелчок сделали, зафиксировали глубину. И сейчас мы растягиваем высоту. У нас 1800, ну, вот примерно 1809 можно так, чтобы она ещё заходила в наши стены. Не было там щелей. Даже чуть больше сделать. Вот. И щелкаю левой кнопкой мыши. Всё. Теперь мы можем вернуться в перспективу. Нажимаем клавишу P, переходим в режим Shaded и мы видим наше окно. Но сейчас оно у нас не совсем настроено. Здесь мы сейчас будем настраивать раму нашу. Вот таким вот образом. Так. Примерно, как вы видите. Ну, вот это всё настройки были рамы. Здесь можно вот в Rails and Panels выбирать ещё переплёты. Вот это толщина переплётов, как вы видите. Ну, сделаем примерно вот так. И у нас тут три переплёта. То есть, примерно вот так. Можно чуть-чуть потолще сделать их. А саму раму, конечно же, не 80. Чуть-чуть поменьше. Там 50 сделаем. Здесь. Ну, в общем, на ваш вкус сами настраивайте окна. Я примерно сделал вот так вот. Всё. Нажимаем Escape. У нас здесь убралось выделение окна Fixed. И теперь нам нужно чуть-чуть его подредактировать. Для этого щёлкаем правой кнопкой мыши сюда. И нам нужно сейчас сконвертировать его в поле. Либо же просто применить модификатор Edit Poly. Но я очень часто просто все объекты конвертирую в поле. Так намного быстрее. Выделил объект. Правая кнопка. И конверт to Edit Poly. Всё. Здесь у нас теперь в Edit Poly мы можем производить различные действия над объектом. Выбираем полигон. Здесь выбираем полигон. Удаляем его. И ещё один удаляем. А стекло нам сейчас не будет нужно. И перемещаем его на виде сверху. Конечно, это удобнее делать. Ну ладно, я уже так переместил. И поднимаем его на нужную нам высоту. Вот. Примерно вот так. Какую, допустим, сейчас ошибку я совершил в плане эффективности? Почему я именно в этом случае как раз таки не нужно было конвертировать в Edit Poly? Сейчас я вам покажу почему. Вот сейчас я вернусь назад. Отменю всё. Ctrl Z. Вот у нас Fixed Window. Опять вернулась. И мы выберем именно в модификаторе Edit Poly. Вот. Сделаем те же самые действия. Сделаем всё то же самое. Вот. Но, видите, история у нас сохранилась. У нас здесь ниже Fixed Window написано. Соответственно, мы можем вернуться в этот режим. Отключить Edit Poly. Сюда. Здесь нажать Yes. И также отредактировать наше окно. Для чего это нужно? Ну, здесь мы сейчас оставим это окно. Единственное, что мы его перетащим в нужное нам место. Вот. Таким вот образом. И теперь мы просто берём с помощью зажатой клавиши Shift и перемещаем его. Соответственно, копируем наше окно Shift и просто по Y перемещаем. Скопировали окно. Здесь мы сейчас выключаем. Переходим в Fixed Window. Убираем здесь наши переплёты. Оно становится у нас без переплётов. Редактируем просто ширину. Чтобы не делать все эти действия, заново опять выстраивать на виде сверху. И так далее. И всё. Включаем. Едет поле. Опять удаляем наши окна. И всё. Теперь на виде сверху. Сейчас мы переходим на вид сверху. Мы его позиционируем на нужное нам место. Включаем поворот. Так. Вот здесь у нас нужно, чтобы повернуть под правильным углом, включить привязки к угловым поворотам. То есть, видите, сверху теперь по 5 градусов у нас есть шаг для поворота. Повернули. И сейчас я это подправлю окно. Теперь выбираю это. Она у нас немножко широкая получилась. Шире, чем нам нужно. Ну, для этого как раз мы и переходим сюда. Убираем. Выбираем нужную нам ширину. И позиционируем его правильно. Таким же образом. Теперь можно на виде сверху это всё сделать. Выбираем. Зажимаем shift. Перетаскиваем. Соответственно, она у нас копируется. Выбираем поворот. Разворачиваем его. И ставим на нужное нам место. Примерно вот так. Теперь выбираем эти два окна. И нажимаем вот здесь на верхней панели на кнопку mirror. Берем их и отзеркаливаем. Здесь есть такие опции. Нам нужно выбрать копии. Чтобы создалась копия. Если мы не выберем, мы просто отзеркаливаем это окно. Но нам нужно отзеркалить его с копией. Отзеркалили, нажали окей. И перетащили вот сюда. Так. Окна, в принципе, мы сделали. Что мы можем посмотреть на перспективе. Покрутить. Посмотреть. Окна готовы. Если вам нужно, допустим, ручку сделать. Это займет буквально несколько минут. Выбираем любое окно. Для удобства моделирования мы, допустим, скроем все, кроме окна. Нажмем кнопку height and select. Перейдем на режим на вид спереди, front. Вот он здесь. И нажимаем Z. Примерно сейчас представим, какая у нас ручка должна быть. Ручку мы будем рисовать тоже здесь в shapes. Выбираем line. Ну, я думаю, примерно вот так она будет выглядеть. Раз. И два. Потом мы повернем ее. Вот. Принцип это как бы стержень такой у нас. Но сейчас мы просто сделаем некоторые действия. А именно, заходим во вкладку рендеринг. Щелкаем здесь две галочки. Это галочки, чтобы отображалась толщина линии в рендере и в окне проекции. Здесь мы выбираем. Это профиль нашей линии, либо радиал, либо прямоугольный мы выбираем. И сейчас мы добавляем толщину нашей ручки. Вот таким вот образом. Ну, допустим, 30-20 она будет. Перейдем на вид сверху. Сейчас ее подтащим к нашему окну. Она у нас где-то вот тут. Вот на этой штуке. Подтащили, нажали Z. И перейдем сейчас в перспективу. Чтобы уже здесь ее подредактировать нормально. Можно, конечно, так оставить, если вам это не важно. А можно сделать ее более гладкую. Что мы сейчас сделаем? Мы сконвертируем эту ручку в поле. Переходим на режим выделения объектов. Нажимаем Ctrl-A. То есть мы выбираем все наши ребра. Если мы нажмем F3, вот эти два ребра нам не понадобятся. Хотя ладно, оставим их тоже. Выбрали все ребра с помощью клавиш Ctrl-A. И теперь вот здесь нам нужна команда Chamfer. Выбираем ее. Как вы видите, она добавляет новые грани. Это сегменты, которые будут между гранями. Это радиус скругления. Ну, я думаю, примерно вот так вот мы сделаем. Такую вот гладкую ручку. Если мы нажмем F4, можем посмотреть, как она у нас получилась. Теперь, если вы хотите еще ее подредактировать, более какие-нибудь другие вещи с ней сделать, можем также сейчас добавить здесь грани еще других. Вот мы сейчас выбираем вот эти грани и нажимаем Connect. Вот несколько грани мы выбрали. Допустим, вот так. То есть соединились все, когда я нажал Connect, соединились все выделенные грани между собой другими. Как вы успели заметить. И зачем я это сделал? А чтобы сейчас я применил один модификатор. Называется FFD Box. Ну, вот я выберу там, допустим, FFD 4444. И вот вы видите, как он отображается. Зайду сюда и выберу Control Points. Теперь я могу просто вот эти точечки оранжевые передвигать. И с передвижением этих точек, соответственно, будет меняться форма нашей ручки. Ну, к примеру, можно сделать вот так. Можно сделать вот такую вот. Загнем краешек. Принцип, я думаю, вам должен был понятен. Чтобы не нагружать это все, мы конвертируем опять в едет поле. То есть стираем всю историю. Не нужна она нам. Вот. И получаем вот такую вот ручку. Конечно, еще можно было с ней поработать. Я вам чисто рассказал принцип. Скорее всего, вот эти грани, которые я вначале все-таки выделил. Их не надо было выделять. Но, в принципе, я думаю, вам понятно. Теперь мы сделаем крепление для ручки. Заходим во вкладку Create. Здесь просто выберем стандартные привитивы. Выберем Box. Нажмем Auto Grid. Auto Grid – это привязка к существующим объектам, которые уже здесь есть. То есть сейчас Box будет строиться вот на окошке. Прямо на окошке. За это отвечает галочка Auto Grid. Построили Box. Спозиционировали его. Наверное, чуть поменьше. Но это потом. Сейчас переходим, конвертируем наш Box в Edit Poly. Таким вот образом. Выбираем все грани в режиме выделения Edge. С помощью Ctrl-A мы выбираем грани. Все. Если нам нужны не все, то, соответственно, рамочкой выделяем. И также применяем команду Chamfer. Немножко его сгладим. Здесь, допустим, будет 6 сегментов. И на такой... Нет, побольше. Допустим, 9. Вот так вот. Получился у нас такая вот ручка. Ну, конечно, она сильно... Фу, точнее. Крепление для ручки. Она у нас сильно широкая. Поэтому мы выбрали сейчас здесь Scale. И Scale по осям, которые нам нужны, редактируем, масштабируем наше крепление. Зачем мы вот так вот все сглаживаем? Ну, потому что в реальности действительно оно так. Ручку... Так. Окно открыто или закрыто. Ну, допустим, можно вот так спозиционировать ручку. И... Сделать вот такую вот штуку. Она у нас какая-то длинная получилась. Если что, можем также ее масштабом подредактировать. Вот. Ну, это я так вам показал, если вам надо. Ну, и заодно, конечно же, мы изучили некоторые команды въедет в поле. Сейчас также еще хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вообще, в принципе, в реальной жизни у нас не бывает... Практически не бывает объектов, которые, вот если мы нажмем на F4, вы видите, которые будут заканчиваться вот просто тупо одной гранью. Обязательно какие-нибудь сглаженные должны быть хоть немножко, но сглаженные грани. Даже там в самых острых каких-нибудь углах, они должны быть сглажены. Ну, я вам сейчас покажу просто, как это сделать. Еще раз, чтобы вы запомнили. Выбрали наше окно. Режим редактирования. Edge. Выбираем наши грани здесь. Нажимаем Ctrl. У нас у стрелочки плюсик. Появляется и здесь. Теперь, также, нажимаем Chumper. Здесь. И смотрим. Ну, сегментов мы много не будем добавлять. Допустим, добавим три. И здесь немножко вот так вот сделаем. Это, конечно же, добавляет полигоны в нашу сцену. У тех, у кого компьютеры слабые, в принципе, конечно, можно так не делать. Но, все-таки, это делается для реалистичной визуализации. Для реалистичности. Так. Выбираем наше окно вместе с ручками со всеми и просто сгруппируем его. Заходим вот здесь в меню групп. Нажимаем группа. И имя группы напишем Windows. У нас будет окно. Это будет удобно при выборе объектов. Ну, и, соответственно, назначение на них материалов. Щелкаем правой кнопкой по экрану. Нажимаем Unhide All. Нажимаем Z, чтобы приблизиться к окну. Также теперь мы можем выделить все остальные окна. Так, потолок, видите, нам мешает. Поэтому нужно его убирать. Выделили окна. Можно выбрать еще и это наше окно. И опять сгруппировать. Еще раз. Назовем Windows 2. Можно было первое не сгруппировать, а сгруппировать вот так. Нужно было так сделать, конечно же. Чтобы группу в группе не создавать. Хотя и так можно тоже. Окна мы сделали. А, еще вот здесь на кухне осталось. Рано я сгруппировал. Вернемся назад. Выберем окошко. Просто копируем его сюда с помощью зажатой клавиши Shift. Повернем его нам нужно на градус. И здесь в стеке модификаторов выбираем Fixed Window. Нажимаем здесь Yes. И изменяем ширину нашего окна. Примерно вот такая вот ширина будет. Окна у нас получились толстенькие. Если хотите, можете изменить. Конечно, сделать поизящнее. Ну, не суть важна. Да, можно сделать, конечно же, их немножко поизящнее. Не такие толстые. Вот еще такая вот, смотрите, такая вот штука. Если бы я копировал эти окна с помощью Instance, вот сейчас мне приходится редактировать это все по одному окну. Это тоже была такая вот ошибка. Но это как раз мне на руку. Я объясню, как нужно было сделать правильно. Сейчас мы это все удалим, эти окна. Копируем окно и здесь выбираем Instance. Теперь при редактировании наших окон у нас будут изменяться все окна. Также выбираем их, эти два окна и зеркалим их с помощью команды Mirror. Здесь тоже выбираем Instance по оси Y. Перетаскиваем в нужное нам место. На виде сверху мы проверяем, все ли правильно. Конечно же, можно все это выставить получше. Потому что в перспективе не совсем точно получается. И вот теперь мы можем заметить, что если я еще раз вернусь сюда, в редактирование окна, теперь будут изменяться все наши окна. Группируем. Выбираем и группируем. Называем опять Windows 2. Окей. С окнами, я надеюсь, вы разобрались. Это, конечно же, все гораздо быстрее делается, чем сейчас я вам показываю. А теперь, сейчас мы скроем потолок, выберем его, нажмем Hide Selection. Теперь нам, сейчас мы посмотрим на картинку. Вот, мы сейчас сделаем здесь нишу для телевизора. Ну и, возможно, на этой стене мы тоже какие-нибудь ниши для предметов сделаем. Выбираем наши стены, заходим в режим выделения полигон, выбираем необходимый нам полигон. И здесь въедет полигон, есть такая команда inset. Щелкаем на нее и тянем на какое-нибудь расстояние. Вот, допустим... Так, сейчас посмотрю еще раз, насколько. Ну, примерно... Да, примерно... Вот так, я думаю. Это я сейчас ширину регулирую. Примерно на такое расстояние будет. Теперь, заходим в режим редактирования Vertex. Нажимаем F3, чтобы мы не выбрали случайно какую-нибудь точку. Потому что очень часто у людей бывает так, что они в таком режиме Shaded работают. Например, хотят что-то отредактировать. Но случайно могут задеть, допустим, вот эту точку. Что-нибудь им надо подвину. Бывает так. Поэтому советую всегда, когда работаете в режиме Vertex, в режиме выделения. Вот здесь должен быть Verfane. Выбираем эти точки, нужные нам. Здесь, точнее, не эти надо было точки выбрать. Ну, хотя, даже если мы вот эти выбрали, просто вот смотрите, я сейчас запускаю, здесь появляются косяки. Чтоб такого не было, зайдите в режим выделения Edge, выделите вот эти вам ненужные грани. И просто возьмите, да удалите их. С помощью только не Del, а команды Remove. Вот она здесь находится. Все. Теперь мы можем опять вернуться к нашим точкам. Ага, у нас ребра там удалили, а точки остались. Выбираем точки и также их удаляем. Они нам не нужны просто. Здесь мы теперь можем опустить на нужный нам уровень и эти точки тоже можем поднять. Так, посмотрим на картинке, как она там идет. Примерно так, еще раз. Вот такое вот расстояние от двери. И выберем Edge. Можно и таким образом. И вот примерно вот так вот подтащим. Если что, потом можно доредактировать. Теперь выбираем полигон и нажимаем на кнопку Extrude. Выдавливаем на необходимое нам расстояние. Ну, примерно на 200 с копейками. Нажимаем галочку. Ну, вот нишу мы сделали. В главной геометрии у нас все здесь четко. И лишних полигонов у нас нет. Теперь переходим вот к этой части стены. Здесь мы сделаем, я думаю, несколько тоже ниш. Для этого переходим в режим редактирования Edge. Выбираем две крайних грани. И здесь чуть ниже есть команда Connect. Нажимаем на нее. Вы видите то, что не только вот Slice Plane может делать вот такие вот еще дополнительные грани на наших полигонах. Но и если выделить две грани, то же самое. Но почему Slice Plane? Потому что там можно задавать высоту. Здесь мы это делаем на глаз. Вот сейчас количество мы выберем. Нам необходимо 4. 4. Нажимаем ОК. Сейчас мы сделаем одну сначала. Выберем две линии. Нажимаем опять Connect. Только здесь уже не 4. А 2. Сделаем ее пошире. С помощью вот этих стрелок. Примерно вот так. И отведем в эту сторону. Нажимаем галочку. Здесь аналогично сделан. Только отведем в другую сторону. Нажимаем Connect. Ну и она автоматически здесь будет в другой стороне. Выбираем теперь полигон. Выбираем этот и этот полигон. И я думаю вы уже догадались, что сейчас мы будем применять здесь Extrude. Выдавили на нужное нам значение. Нажали галочку. И все в принципе. Так посмотрим еще раз. Коробка основная у нас готова. Еще можно сейчас сделать потолок. Как мы можем посмотреть на картинке. Подвесной потолок с вот такими вот нишами. Для этого. Чтобы еще раз все не обводить. Мы просто берем. Вот у нас стены выбраны. Берем их. Клонируем. Правой кнопкой щелкаем. Нажимаем клон. Только не забудьте снять точку с Instance. Выбрать просто Copy. Теперь выбираем с помощью зажатой клавиши Control. Едет поле Extrude. И удаляем их. У нас остается линия, которую мы уже обвели. Вот она. Вы видите. Мы ее скопировали. А эта линия у нас остается. Теперь нам ее нужно будет подредактировать. Заходим здесь в Spline. Вот это нам не будет нужно. Поэтому мы его удалим. Теперь выбираем здесь всю эту нашу линию с помощью Spline. И опускаемся ниже. Здесь есть команда Outline. Как вы видите, вот что делает эта команда. Она делает копию линии только на определенном расстоянии от нашей линии. Так. Я думаю, примерно на 150 мы отступим от стены. Вот. Здесь было такое значение 150. И удалим наш прошлый Spline. Теперь выходим отсюда. Нажимаем сюда. На Line. Переходим на вид сверху. Вот вы можете увидеть нашу линию. Еще раз на картинку. Здесь вы видите вот такая вот ниша для подсветки. Сейчас мы ее сделаем. Тут быстренько мы удаляем все наши точки. Они нам не нужны. А вот эти две точки мы примерно... Точнее, у нас по 150 уже расстояние есть. Вот это надо опустить вниз. И вот это делать вот так. Таким вот путем примерно поступить. Только у нас она не над дверью. Сейчас еще раз посмотрю, где. А она у нас заходит за дверь. Дверь это вот. Если вы видите. Здесь то же самое. Ну, сделаем ее вот посередине. Между двумя дверьми. Это раз. Здесь мы дальше ее убираем. Потому что тут никаких ниш нет. На другой стене у нас тоже есть ниша. Как вы видите, здесь подсветка. Поэтому здесь тоже нужно расстояние оставить. Здесь у нас никаких ниш нет. Поэтому мы это сюда редактируем. Эту точку мы вообще можем удалить. И эту можем удалить. А вот это мы просто потащим вот сюда. Ну, сделаем, чтобы как-то вот так вот ровно было. Это у нас колонна. Поэтому никаких этих здесь скосов не будет видно. Итак, вот здесь ниша у нас есть для подсветки. Нет, для штор ниша. Здесь две ниши для подсветки. И все. Теперь нам нужно применить к нашей линии команду Extrude. Выдавим мы ее на высоту потолка. Ну, подвесного потолка. Ну, допустим, 100-150. Да, в общем, на любую высоту. Выдавливаем на 20. Переходим в перспективу. Нажимаем Z. Прокручиваемся. Сейчас я белый цвет ему поставлю. Теперь зайдем в комнату. И просто можно на глаз, а можно на виде сбоку. Его опустить на какую-то высоту. Если мы нажмем правой кнопкой Young Hide All, у нас появится сверху уже существующий потолок. Но подвесной мы примерно его на какую-то такую высоту опустим, чтобы между ними... Вот. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот, да. Вот сюда мы поместим подсветки. Источники света. Сюда и сюда. Здесь у нас тоже, как вы видите, есть ниша для размещения занавесок. С потолком мы разобрались. Можем его скрыть. Hide Selection. И второй потолок тоже. Hide Selection. Вот, что-то никто, наверное, скрыл. Окна я скрыл, но ладно, они нам все равно сейчас не нужны. Итак, переходим к моделированию стола и стульев. Переходим на вид сверху. Здесь мы заходим опять в Shapes. Выбираем уже не Line, а Ellipse. Ellipse. Можем снять Autogrid, потому что он сейчас нам ни к чему. И просто рисуем Ellipse, какой нам нужен, например. Ну, допустим, вот такой вот. Подвигаем его сюда. Ну, почти попал. Если нам нужно его подредактировать, да, то мы щелкнем либо правой кнопкой и сконвертируем его в Editable Spline, то есть тут те же самые настройки, как и в обычной линии. Мы можем редактировать его в режиме Vertex, двигать и так далее. Но вначале я вам еще говорил, нужно не забывать ставить вот здесь галочку Adaptive в свитке Interpolation. Так у нас будет здесь адекватно, в общем, вычерчиваться этот Ellipse. Что мы сейчас делаем? Применим команду Extrude. Ну, допустим, на 50, на 5 сантиметров мы его выдавим. Скроем все, кроме стола. Нажимаем Hide Unselected, чтобы удобно нам было работать. Переходим в перспективу, нажимаем Z. И теперь конвертируем его в поле. Затем заходим в Edge, нажимаем Ctrl-A. И на виде Front, допустим, я сейчас перешел, но его нет. Нажимаем Z, чтобы он появился. Теперь нажимаем Alt. Появляется вот такой минус у стрелочки. И убираем ненужные нам грани. Теперь нам нужно вообще что? Нам нужно сейчас сгладить грани стола, потому что идеально ровных, ну, не бывает. Я вам так скажу. Уже говорил. Хоть на чуть-чуть, но они должны немножко скругляться. Выберем здесь сегменты. Для наглядности в перспективу перейду. Вот примерно как-то, как-то так. И тут 6 сегментов, допустим, сделаем. Так, столешницу мы сделали. Можем записать здесь. Table. Сейчас мы сделаем ножки. Переходим на вид сбоку. Опять же заходим в Shapes. Выбираем здесь Line. И мы можем начертить ножки любой формы, которую мы придумаем, либо которую есть там на картинке. Ну, я, допустим, сейчас примерно какие-нибудь вот такие вот ножки начерчу здесь. Сейчас. Чтобы отменить, допустим, действие, нажимаем Backspace. Закрываем. Сейчас я вам покажу, как я это сделал еще раз. Потому что, возможно, непонятно. щелкаем на пустом месте и щелкаем еще раз, но не отпускаем левую кнопку мыши. И здесь у нас получаются вот такие вот сразу сглаженные линии. Оборвем линию. Если мы щелкнем два раза, то у нас получится обычная такая линия. Если мы щелкнем, щелкнем и не отпустим, то вот видите, можно вот так вот настраивать и какие-то вот такие вот элементы сразу же чертить, не редактируя. Так, это нам не нужно. Это все мы удалим. Ну, ножку можно чуть-чуть подредактировать. Заходим в Modify. Выбираем режим Vertex. И здесь можно как-нибудь вот так ее подтянуть. Далее выбираем Extrude. Пусть также на 50 она будет выдавлена. Далее конвертируем ее в поле. Выбираем Edge. Выбираем Ctrl-A. Здесь, опять же, Чамфер выбираем. Здесь примерно на какое расстояние мы будем это все делать. Здесь количество сегментов. Так, у нас здесь что-то не то. Сейчас надо разобраться. Итак, да, отменим. Нажмем Escape. Вот мы нажали Ctrl-A. Еще, конечно же, нужно сейчас перейти в перспективу. И здесь убрать ненужные нам грани. Зажимаем Alt. Вот таким вот образом, рамочкой, выбираем ненужные грани. И из-за них вот такая вот штука произошла в прошлый раз. Нажимаем Chamfer. Вот вы видите, здесь теперь все спокойно у нас сглаживается. Можно даже Ok сделать. Нажимаем Ok. Так, ножка для стола готова у нас. Но она сейчас далеко от стола. Мы ее просто потащим по оси Y. Перейдем на вид сверху. Позиционируем ее нормально. Здесь выбираем поворот. С Shift мы ее копируем. Можно инстанциям. Теперь можно выбрать две. И также скопировать их поворотом. Только на 180 градусов. Вот примерно какие ножки у нас получились. У нашего стола. Так, стол мы сделали. Берем и выделяем его. Группируем. Назовем еще раз. Назовем стол, потому что я, по-моему, что-то там называл. Теперь мы будем моделировать стулья. Нет, я еще посмотрел. Тут можно еще добавить, чтобы он не таким пустым оказался. Просто добавим цилиндрик. Сейчас покажу. Выбираем здесь геометрия. Здесь можно выбрать ту, которую вы проходили на прошлом уроке. И вот таким вот образом мы соединим наши ножки стола. Добавим сторон, чтобы было хорошо изглажено. Высота, конечно, у нас не такая большая. А вот такая будет. Так. Сделаем вот так. И чтобы он касался ножек, мы откроем группу, выберем ножки и потащим их сюда. Ну, это вот некая, в принципе, конструкция такая. Будет для устойчивости. Так же его мы можем конвертировать в виде поля. Выбираем Edge. Переходим в F4. Тут у нас получилось много сильно вертикальных граней. Они нам не нужны. Их можно удалить. Так. На виде спереди. Мы сейчас это сделаем. Выбираем грани. Так, выбираем грани. Еще раз. Ненужные мы тоже выберем, которые мы не будем удалять, которые нам нужны. В общем, нажимаем клавишу Alt. И рамочкой выбираем все, что нам не нужно в выделении. Но нужно оставить. Вот таким вот образом. А вот эти сегменты нам не нужны. Поэтому мы нажимаем Remove. В принципе, это хорошо, что сейчас получились такие вертикальные сегменты, горизонтальные точнее. Я вам показываю, как, допустим, очищать геометрию объекта. Если у вас уже есть какой-то объект, вам нужно его подредактировать. Вот вы берете и удаляете ненужные вам грани и точки. И вот посмотрите на результат. А сейчас мы, конечно же, опять сгладим наш объект. Вот эти грани нам не нужны. Вот эти тоже нам грани не нужны. Переходим на вид сверху. Здесь выбираем кружочек в выделении. Вот тип выделения. Очень удобно. И только не здесь, а по центру. И вот таким вот образом убираем с выделения вот эти грани. Тут есть разные режимы. Можно рисовать самому. Тоже бывает нужно при моделировании каких-нибудь сложных объектов. Так, еще раз. Выделили и сейчас мы сгладим опять наши грани. Раз и два. Ок. Группу нашу можно закрыть. А вот этот объект мы просто добавляем в группу. С помощью вот такой вот команды attach. Здесь в меню групп attach. И выбираем что он не выбирается, я не понял. Что зависло все. И теперь мы просто добавляем вот это вот кольцо в нашу группу. Но сейчас мы еще посмотрим на перспективе. Возможно ножки нужно чуть-чуть пораздвинуть вот по этой ширине. Для этого мы открываем группу, заходим в группу, нажимаем open. И сейчас мы можем передвигать наши объекты в группе. Соответственно вот это кольцо мы просто растянем масштабом. Я думаю так оно будет выглядеть поправдоподобнее. Растянули. И можно группу закрыть. Close. Выберем наш объект. И добавим в группу. Group attach. И щелкаем на наш объект. Теперь если мы нажмем F3, стол у нас будет полностью в группе. Это по поводу того, как открывать-закрывать группу. То есть добавлять. Сейчас мы откроем все. Нажимаем F3. И поднимаем стол на нужную нам высоту. Он получился у нас не очень высокий. Не такой, как на картинке. Посмотрел. Конечно. Нужно его сделать повыше. То есть мы поднимем сейчас стол на уровень, который нам нужен. Откроем группу. Выберем все ножки. И возьмем и растянем их вот так вот масштабом. Думаю, вот так пойдет. Чуть даже ниже. Можно еще чуть-чуть подрастянуть. Можно еще кольцо скопировать наверх, чтобы стол как-то крепился к этому кольцу, допустим. Так, закрываем нашу группу Close. И теперь мы сделаем стулья. Урок у нас уже подходит к завершению, поэтому сейчас по-быстрому сделаем стулья. Для наглядности, для масштабности мы оставим стол. Нажмем Hide Unselected. Выберем его. Нажмем Hide Unselected. Затем перейдем на вид спереди, на вид фронт. И примерно в масштабе мы сейчас нарисуем стул. Рисуем мы его так, как будто мы видим его сбоку. Ну, допустим, вот так. Сейчас я вам покажу. Рисуем мы его линией, как вы уже заметили. Сейчас я зажимаю кнопку и не отжимаю. Сейчас тоже. Получаются вот такие вот изогнутые, как вы видите, плавные линии. Здесь примерно я делаю так же. Можно это все сделать, конечно, быстрее. А потом просто взять и подредактировать его уже в плане на уровне точек. Линию подредактировать. Что я сейчас сделаю. Заходим в Modify. Выбираем Vertex. Режим выбирания сделаем не такой вот, а прямоугольный, обычный наш режим. Выбираем Move. И подтягиваем точки. Здесь тоже можно чуть-чуть подредактировать. Чтобы он был немножко поизвязанным. Просто выбираем точку и тянем вот за вот эти вот вспомогательные линии. Примерно подредактировали, как надо. И применяем к нашей линии модификатор Extrude. Применили. И можем посмотреть на перспективе. Значение 50. Как он выглядит. Нажимаем Z. Переносимся вот сюда. Посмотрим еще раз на картинку. Думаю, чуть потоньше надо, конечно же, сделать это все. И значение здесь примерно 27-30. Ну и на виде Front можно тоже подтянуть. Сделать потоньше линии. Помните, я вас учил, в принципе, как это можно сделать на примере с потолком. Чтобы опять не подтаскивать. По точкам все. Мы просто зайдем сейчас в режим выделения сплайна. Выберем его. И применим команду Outline. Немножко сделаем потоньше. А это все удалим. Просто нажимаем Del. Выделенное у нас удалится. Можно все равно, конечно же, придется немножко подредактировать его. Потому что толстые линии все-таки остаются. Но все-таки уже он смотрится лучше. Экструд. Переходим на экструд. Переходим на перспективу. Alt, W, Z. И перейдем на вид сверху. Чтобы подтащить нашу часть стула к нашему столу. Нажимаем Z. Перетаскиваем. И копируем ее с помощью зажиратой клавиши Shift. Копируем инстанцам. Но это не суть важно. Хотя да, инстанцам обязательно. Потому что если мы будем изменять эту часть, чтобы это тоже автоматически изменилось. Теперь на виде сверху опять же мы рисуем просто обычный бокс. Вот между этими двумя частями нашего стула. Ширину, длину задали. И теперь просто даже на виде сверху можно задать высоту. Вот здесь вы можете видеть, как она изменяется. Высота, ну, там, пусть она примерно на 30 будет. Перейдем опять в перспективу. Нажмем Z. Вот наш этот бокс. Подтянем его сюда. Вот потихоньку у нас каркас стула собирается. Скопировали его наверх. Он у нас сильно большой. Поэтому можно уменьшить его в масштабе. Выберем только активные оси X и Z. Чтобы наша длина его не уменьшалась. Вот так вот будет. Вот эту часть мы скопируем вперед. ОК. Нажимаем Z. Чуть-чуть пониже ее. И теперь нам остается... Так, мне что-то не нравится. Какой-то он немного корявенький, поэтому я хочу его подредактировать. Вот на виде Front. Поэтому хорошо, что я сделал Instance. Заходим в нашу линию. Выбираем Vertex. И здесь немножко редактируем. Это нам не нужно. Alt зажатый. Выбираем и она отменяется. И здесь glucose. Так. Еще раз. Вот этот мне не нравится момент. Ну ладно, не будем сейчас терять время на это. Себя вы сами сделаете, как вам нравится. Вот еще чуть-чуть. Я думаю, вот так. Вот так она придет. Ну все. Переходим на перспективу. И сейчас мы сделаем вот эту вот спинку. Сделаем вот такую решеточку. Просто копируем с помощью шифта. Уже не инстанцем. Нажимаем ОК. Копируем нашу часть. Переходим в Лайн. Выбираем режим Вертекс. Здесь мы удаляем все те части, которые не попадают. Переходим еще в другой режим. Отображение каркаса. Удаляем это все. Вот это мы оставим, но конвертируем ее в Корнер. Чтобы здесь было адекватно все. Вот эту точку мы удаляем. На виде спереди мы смотрим. Сейчас чуть-чуть мы потащим их, потому что они не такие толстые, как... Так, вот примерно вот так вот. Закрываем это все. Переходим на перспективу. Нажимаем F3. Выдавливаем мы ее уже не на 27, а чуть-чуть, конечно, тоньше. Уберем. Позиционируем нужное нам место. С помощью шифта мы ее копируем. Допустим, сделаем здесь 5 штук. Пятая нам не нужна. 4 хватит. В итоге, потому что получается 5. Позиционируем на нужное нам место. Так, вот тут, конечно, видите, выпирает. Можно сделать поуже. Вот так вот. Нет, тогда изменим вот эту часть. Чуть-чуть. Ну вот. Теперь у нас отображается все нормально. Здесь, 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 здесь все вроде четко. Можно чуть-чуть толще вот это место сделать, потому что, чтобы... Ну, как вы видите, чтобы линия эта продолжалась. Поэтому выбираем здесь, переходим на вид фронт. И делаем примерно вот так. Переходим опять на перспективу. И нам остается сделать, собственно говоря, сидение у стула. Выбираем любой бокс. Этот, этот. Или строим новый. Это не важно. Просто здесь сейчас копируем его. Изменим его ширину. Примерно по размеру нашего сидения. Еще сделаем. Ну, пока примерно так. Нажмем F3. Добавим здесь больше сегментов. Здесь тоже. Я пока сегменты не буду добавлять. Сейчас мы сгладим просто вот эти боковые грани. Конвертируем это в поле. Выбираем Edge. Нажимаем Ctrl-A. И все грани сглаживаем с помощью команды Chamfer. Ну, допустим, вот так. Окей. Теперь. Теперь можно добавить уже здесь сегментов. Но уже не на боксе, так как мы уже туда не вернемся. Видите, здесь в стеке модификаторов его нет. А непосредственно здесь въедет поле. Выбираем сначала одни грани все. На одной стороне нажимаем Connect. И здесь указываем количество. Примерно вот так. Окей. Теперь разворачиваемся. Выбираем здесь другие грани. И так же нажимаем Connect. Окей. И сейчас у нас возникла вот такая вот сетка. Зачем она нам нужна? Потому что при использовании каких-нибудь модификаторов, в основном многих, ну, таких как FFD-Box, допустим, если бы у нас не было этой сетки, то нормально бы, адекватно отредактировать наш объект у нас бы не получилось. Потому что вот эти все точки, Control Points, к примеру, они двигают вот эту сетку. Если бы этой сетки не было, которую мы только что создали, и нечему было бы двигаться. Видите? Для этого мы создаем вот эти грани. Теперь мы что мы делаем? Здесь мы можем сузить. Вот так вот. Здесь мы можем сузить эту часть. Вот эту часть мы тоже сужаем. А вот эту часть можно, наоборот, приподнять. Выбираем как-то так. И вот эту мы подтаскиваем сюда, чтобы здесь все было четко. Вот эту тоже подтаскиваем. А вот эту подтягиваем к той части стула. Конвертируем в поле. Ну вот примерно такой стул получился у нас. Конечно же он сейчас немасштабный. Как я уже заметил по отношению к нашему столу. Поэтому немножко его подредактируем. Просто удлиним ножки. Что еще? Можно немножко его так вот. Сейчас, секундочку. Все сгруппировать. Немножко его вытянуть по оси Х. Чтобы он был примерно в масштабе. Чтобы на нем можно было сесть нормально. Группируем это все. Как вы заметили, стул я не стал. Сглаживать в стуле все вот эти грани. Чтобы сейчас сэкономить время. Но вам такое задание. Вы должны будете еще раз. Помимо этого. То, что вы сейчас вместе со мной делаете. Помимо этого. Сделать стул. Нормальный. Со сглаженными гранями. И желательно. Желательно. Сейчас смотрите. Я его сделал. Грубо говоря. В массах. Обрубовочно. Но на самом деле как? На самом деле стул делается в жизни не совсем так. То есть ножки у него отдельно. Потому что они прикручиваются. Спинка там отдельно. Но сделать такой стул. Который будет существовать в жизни. В общем и конструктивно правильно. Вот это одно ваше такое задание. Итак. Ну примерно стул готов. Назовем его. Да стул так и назовем. Переходим на вид сверху. Включаем здесь все. Щелкаем правой кнопкой мыши. Нажимаем Unhide All. И позиционируем его в нужное нам место. Сюда. 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 Нет. Сюда наверное не надо. Вот. В этом месте сделаем. А вот эти все отзеркалим. Нажимаем Instance. И зеркалим их по оси X. И перетаскиваем в нужное нам место. Итак. Переходим на перспективу. Нажимаем Z. Мы можем посмотреть, что стулья у нас готовы. Но их нужно приподнять. Они у нас получились. Я же их редактировал. Получились немножко утопленные в пол. Вот так вот получается. Теперь можно сделать дверь. Вот здесь. Можем на картинке ее посмотреть. Ну вот такая вот дверь. Она за стеной. Тут в принципе ничего сложного нет. Сделаем один бокс. И ручку тоже боксом сделаем. Заходим в панель Create. На вкладку Geometry. Выбираем бокс. Здесь ставим AutoGrid. И здесь прямо в перспективе можно его построить таким вот образом. А потом подредактировать его. Выбрать толщину. И спозиционировать его в нужное нам место. А на виде сверху. Сейчас мы перейдем на вид сверху. Его уже подобрать, подогнать конкретными размерами. Ну примерно. Если это необходимо. В данном случае это в принципе и необходимо. Нет такой необходимости. Потому что дверь за стеной. Теперь мы сейчас сделаем ручку для двери. Hide and Selected нажмем. Но еще конечно же не забывайте. Сейчас мы опять сгладим все наши грани. Нажимаем Ctrl-A. И выбираем Chamfer. Далее. Далее. Сделаем ручку. Также выберем бокс. Можно даже новый не строить. А я иногда вот так вот делаю. Просто беру. Копирую. Вот эту дверь. И. Она же уже сглаженная. Поэтому чтобы нам. А. Я же ее инстанцией копировал. Сейчас. Секундочку. Прошу прощения. Копируем ее. Не инстанцией. Заходим. Едет поле. В. Режимы точек. И просто. Редактируем. Как нам нужно. Допустим. Вот такая вот будет ручка. Как вы можете заметить. Если я вот при копировании. Вот эта стрелочка здесь сместилась. Чтобы поставить ее на место. Вот к этому объекту. Чтобы удобно было. Мы заходим вот сюда. На кнопку Hierarchy. Здесь должна быть. Гореть вот эта кнопка Pivot. Здесь выбираем Effect Pivot Only. И нажимаем Center to Object. Все. Она перемещается в центр нашего объекта. Все. Здесь нам больше ничего не нужно. Перемещаем ее вот сюда. Так. Еще раз посмотрим на картинке. Какая она там есть. Ну. Можно чуть. Сузить ее. Так. И так. Не знаю. Согнута она или не согнута. Так. Где она здесь. Картинка. Ну ладно. Допустим. Будет прямая. Значит просто берем и копируем ручки. Только не под 95. А под 90 градусов. С помощью зажатой клавиши Shift. Как мы вас учили. Здесь мы просто берем. Сейчас перемещаем. На нужной нам величины. Подтягиваем. Это первая ручка. Это вторая. Точнее крепление для ручки. Если она сильно далеко. Мы ее выбираем. Сейчас загруппируем. И просто потащим вовнутрь. Пустим чуть ниже. Назовем эту группу дверь. Либо door можно по-английски. Мне почему-то удобнее писать транслитом. И скопируем ее вот в этот проем. Только она открывается не отсюда. И мы должны ее отзеркалить. Здесь инстанция или копия не надо выбирать. Просто в зеркальном вот так вот. Все. Двери у нас есть. Стол, стулья есть. Окна есть. Остается сейчас вставить нам диван. Потому что диван, допустим, если вы будете моделить. Это конечно реально, но можно. Но это займет вам очень много времени. Поэтому я вообще советую вам практически ничего не моделить. Кроме, допустим, каких-нибудь светильников. Соответственно, конечно же, стен, окон. Ну, пола, потолка. Ну, самая основная модель. А вот, допустим, те же самые даже стулья, стол. Советую вам просто скачивать из бесплатных библиотек. Завести у себя библиотеку 3D-моделей. И просто вставлять модели, подходящие модели, сцены. Советую вам уделить этому достаточно количества времени. Потому что это очень, очень ускоряет процесс моделирования. Ну, тут даже уже, грубо говоря, и моделировать-то не приходится. Кроме вот этой болванки. Остальные модели мы повставляем. Так вот, диван с вами моделить не будем. Мы его просто вставим готовый. У меня уже есть готовая модель дивана. Чтобы ее вставить, мы заходим в меню. Нажимаем сюда «Импорт». Нажимаем «Мердж». И выбираем из, допустим, из моделей. Вот у меня есть уже 3D-модель дивана, которая будет в этой сцене. Он вам. Если, допустим, вы повторяете. Если вам нужен он, мы прилагаем эту модель тоже к уроку. Нажимаем «Ок». Здесь выбираем «Ол». Ну, тут диван у нас в группе. Один объект. Если у вас тут много будет объектов, нажимайте «Ол». Здесь, в общем, параметры вставки есть. Что вставляем, что не вставляем. Если галочкой здесь уберете, то, допустим, камеры и свет, вот «Лайт камера» не будут вставляться в вашу 3D-сцену из другой сцены. Но сейчас у нас тут только один диван. Поэтому вот так вот. Чтобы выбрать все, как я уже говорил, еще раз повторюсь, нажимаем «Ол», если у вас там много объектов. «Ок». Диван куда-то вставился. Мы еще не знаем, куда. Для этого нажимаем «Альт», «В». Переходим на вид сверху. Можем отдалиться и посмотреть, куда он вставился. И спозиционировать его в нужное нам место. Примерно сюда. Нажимаем «З» и перекручиваем его вот таким вот образом. Он у нас, конечно, немного больше, чем на чертеже. Ну, это даже хорошо. Вот это можно сейчас подвигать немножко. Это я сейчас выделил все. И чертеж тоже, чтобы чертеж у нас не двигался. «Альт» зажимаем и левую кнопку мыши. Чуть-чуть стульчики подвигаем. Посмотрим еще раз на окно перспективы, на нашу сцену. Как сразу уже мешает двигаться мне потолок здесь. Поэтому надо его скрыть. «Hide Selection». Еще раз выбираем его. «Hide Selection». Вот. Сразу, если вы представьте, да, вот сколько мы моделили с вами это. Если вы готовые объекты уже в сцену поставляете, насколько это упростит вам все это в скорости, в эффективности, в общем-то. Так. Ну, и напоследок я покажу сейчас, как сделать ковер. Он будет не просто бокс, немножко он будет неровный. Ну, выбираем просто бокс для начала. Вот это ковер. У вас должно быть включено автогрид. Вот она здесь, как вы видите. Чтобы наш бокс привязывался к нашему полу. Это, допустим, если пол у вас не на нуле. Высота ковра, ну, сколько там, ну, один сантиметр. Допустим, 10 напишем. Это я сейчас не беру учет ворс. Можно даже чуть меньше его сделать. Такого, буквально там 5 миллиметров. А, F4 нажимаем. Добавляем сюда много-много сегментов. Примерно вот столько. И чтобы ковер... Как вы поняли, зачем я добавил сегменты? Чтобы произвести какое-либо редактирование его, чтобы изменить форму. Сейчас я вам, допустим, покажу. Если бы я не добавил сегментов. Вот применяю тот же модификатор FFD. И, допустим, выбираю Control Points. Ничего, видите, не изменяется. Вообще ничего. И даже тут, и по краям. Но единственное, что да, здесь можно что-то поменять. Для этого и нужны нам с вами сегменты. Поэтому сюда заходим в Box. И добавляем по 27. Здесь, допустим, 30 сегментов. Удаляем этот модификатор. Он нам сейчас не нужен. Нам понадобится модификатор Noise. Выбираем его. Вот он. И сейчас нам нужно его настроить. Здесь разные варианты. В общем, сейчас я вам все покажу. Вот по оси Z нам нужно сделать его неоднородным. Noise придает неоднородность нашим объектам. Как вы видите, вот я изменяю значение. И у нас появляется вот такая вот неоднородность. Но это, конечно, сильно. У нас ковер, конечно, почти будет ровненький. Но чуть-чуть, чуть-чуть надо. По другой оси можно тоже его немножко изменить. Чтобы он не был прям боксом таким. Можно еще чуть-чуть подизменить. И по другой оси тоже. Не так сильно, но немножко. В принципе, я думаю, что стоит на этом завершить наш сегодняшний урок. А, что ж, что еще? Тут ковер-то я не до конца сделал. Не такой, как он должен быть. Ну, можно его либо бокс подрастянуть. Либо просто скейлом было его можно увеличить. Как-то так. Убираем опять Noise. Что мы будем делать в следующем уроке? Мы наполним мелочами нашу комнату. Ну, конечно же, еще замоделим несколько объектов. Чтобы вы разобрались в моделинге побольше. Это будет все в следующем уроке. Тут мы ниши заполним предметами. Вставим телевизор. Колонки. Сделаем светильники. И вставим уже готовую кухню, чтобы ее всю не моделить. Потому что принцип-то одинаковый. Помимо того, что я вам сказал в домашнем задании сделать такой вот стул. Выберите любой стул, который вам нравится. И попытайтесь его сделать самостоятельно. Если у вас, конечно, будут какие-то вопросы, задавайте их. Мы будем обсуждать это все. Конечно же, в домашнем задании у вас будет сделать вот то же самое, что сейчас сделал я в этом уроке. Присылайте ваши домашние задания. Успехов. До новых встреч в следующих уроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok